Дело в том, что нам решили, что в свое время было допущено много ошибок, и все было приведено в относительный порядок, и двинулись дальше. На самом деле не двинулись никуда. Полный стопроцентный застой уже почти 100-летний. А виноват в этом оказался, видите, ложность теоретических воззрений школы Лысенко. Вот понимаете, если бы Лысенко утверждал, что вегетативная гибридизация, то есть гибридизация с помощью прививки, вот по-простому, а то вегетативная, что это всё такое, а просто, что с помощью прививки можно получить гибрид, если бы Лысенко сказал, что это невозможно, после того, когда его школу разгромили, сейчас бы всё бы наоборот, сейчас бы садоводство пошло бы семимильными шагами. Сейчас всё было бы уже это, уже были бы миллионы садов, уже бы всё в этих садах росло бы. Но вот это страшная вещь, когда ненависть Лысенко как политику, как человеку, вот, привела к тому, что всё, что он считал, это надо с порога, с порога, нет, всё. И так бы это, плюс Мичурин, ведь Мичурин, а фамилия первая всегда стояла. И Лысенко отдавал ему должное, первая Мичурин, теряя Лысенко. И школа называлась школа Мичурина Лысенко. Одного перехвалили, вызвав ненависть его, этих самых, коллег всевозможных. Перехвалили. Второго обвинили в развале и в этих преследовании живых, настоящих людей. И уже получается так, ах, если Лысенко, негодяй, а если агроном Лысенко, умнейший человек, гений. А есть политик Лысенко, есть администратор Лысенко. И невозможно было, и вот что получилось. А что получилось, будем читать. Я сейчас о серьёзных вещах, я не могу ещё раз про это расскажу. Почему? Потому что меня вот этой фразой мордой натыхали вот эти выпускницы, эти самые, как их назвать, выпускницы именинской академии, которые уже какие-то там имеют должность и звание. Сейчас до них дойдём. Вы понимаете, какой вред страшный случился? Тем, чтобы Лысенко оставить в забвении, отказаться от единственной возможности развития садоводства. Единственная возможность. Потом ещё несколько возможностей. Это оказалось глупостью. Ну, не глупостью, но ни на шаг не продвинуло. Ну, если хотите, правда. Вот как в медицине у нас полный развал. Кто стоит во серьнях, это знает. Вот и кто без копейки денег не может вылиться, тоже знает. Так и тут то же самое. Садоводство прямой химера может возникнуть при прививке в точке соприкосновения. Давайте вникаем. Может быть, впервые. Я уже рассказывал об этом. Точка соприкосновения подвоя с привоем. И будет обладать свойствами промежуточными между свойствами его родителей. Привитая химера – это не настоящий гибрид. А смесь клеток, каждый из которых имеет генотип одного из своих родителей. Каждый из которых. А вы знаете, что вот эта фраза глупая? Давайте почитайте сами. Смесь клеток, каждая клетка, каждая клетка имеет генотип одного из своих родителей. А где бабушки? А где дедушки? А Мичурина отменили? А меня по морде. Ладно, идем дальше. В результате серии экспериментальных исследований. Это когда было? Это было 8-90 лет назад. Ух, как мы продвинулись. Итак, это приговор. Приговор с высочайно научной трибуны. Наличие вентативной гибридизации подтвердить не удалось. А развитие генетики во второй половине XX века показало ложность теоретических воздений. Вот так и разделывались Лысенко. Плевать, что закрыли это направление. Только бы Лысенко оказался это. Попинать мёртвого. Поскольку образующиеся в результате прививки и трансплантации организма, то есть они к истинным гибридам, а к химерам в современной научной литературе вегетативный гибрид и вегетативная гибридизация практически не используются. Не используются. Смотрите. Сейчас я вам в начале показываю вот это. Многие из вас тут уже бывали. Валидол вспоминаем. Видели? Спасибо, Елена Александровна, что ты это самое, украшаешь мой сад. Спасибо тебе. Хоть одна мне поверила из учёных. Сейчас я вам объясню. Не удалось подтвердить. И вот сейчас, вот сейчас, если даже вот это всё, а это сотни, то это не химеры, нет. Сейчас я вам объясню, что это такое. Здесь тоже есть химеры. Это мой сад до 95%. До 5% это сады, где мои эти самые продолжения, где мои клоны. Сейчас я вам одну фразу. Смотрите. Можно ли убедить человека, показав вот эти фотографии? А как вы думаете? Можно убедить? Вот. Ведь это же химера. Её же нет природе. Это одно единственное дерево. Её нет природе больше. Это химера. Здорово, да? Я вот эти последние полчаса, я поёрничаю, посмеяться над этими недалёкими людьми. Так. Вот. Вот они химеры. Вот это тоже химеры. Потому что я по природе я только одно такое дерево. Вот. Вот эта фотография используются мошенники, которые говорят, что на свете существуют эти колновидные абрикосы. Вот эта фотография мы используем. И не только её. Ну, а там ещё вон сколько? Там ещё 8 лет. Ладно. Не будем зацикливаться. Итак. Возвращаемся к нашим этим. Итак. Термин вегетативный гибрид вегетативной гибриде не используется. Значит, что? Значит, на самом деле это направление не существует в практике. А теперь смотрите. Если бы эту Наталью вот, кандидат наук, смотрите, она пишет. Я пусть, я вам уже цитировал раз. Ничего. Пусть посмотрит. Может быть, ей кто-то скажет, Наталья, загляни. Ты выглядишь неубедительно. Я кандидат наук. Мне это неинтересно. У меня шикарное образование. Это что, образование вот это что? Зачем ты мне вот это вот прислал? А? Чтобы припечатать мне, что я дурак, а вот это вот на самом-то деле нет никакой эгибридизации? Зачем? Меня убила только одна правда. Даже не вот эта. Человек с умным видом несёт чушь. Всё, что я больше рассказывал. Про убийцы грибы-тратовики. Про то, как колечиться почва. Да? Про много чего ещё. Это всё было чушью. Потому что я металлург. Смотри, а мы про метро сейчас снизу увидим. Смотреть фото, ещё чего. Вы представляете, ребята? А зачем? Вот это зачем? Ведь это же не существует. Там же написано, что их нет. Чеши же не могут жить при такой температуре. Неукрыбные. Персики не могут. А что же это такое? Почему же они жёлтые у меня? Ведь если по двой не передал им свои качества, в данном случае морозостойкой, залдовесец, то что же это если не гибрид? А? Ну так думайте. А она представляет собой как? И чё она вылезла? Кто её просил? Вот интересно, да? Смотреть его фото ещё чего. Я профессионал. Учёный-селекционер. Ну хорошо, ты занимайся травой. Ну и занимайся. Но самое страшное вот эта фраза. Думаю, не стоит знать. Вот эта фраза когда-то попадёт с камерой, когда-то будет история садоводства и про 21 век, про 20-е годы будет написано следующее. чтобы так относились с тем людям, которые по-новому открыли этот путь. И это уже всё было на полпути. А вот её коллега, вторая выпускница. А Валерий в железу генетику учил? Я, по крайней мере, генетику по верхушкам учил. Но дело не в этом. Пусть не учил. Но отрезать вот такие нижние скелетные ветки, потому что они низко растут, потому что дерево решило их выраться. Вот. А потом писать, что они сучу, когда считают, что их нельзя трогать, их природа создала, их это, за ними миллиард, миллион лет развития. Это генетика есть. Они заложены в генетике. Нижний скелет на ветке заложен в генетике. Я не учил, я вижу, я знаю. Я подошёл к дереву, я посмотрел множество фотографий из этого, из этого. Высота травы такая миллионный лет. И вот с хелетной ветки с такой высоты. А кто вам сказал, что 60-90 сантиметров? Да, была бы за миллионы лет и вот такая трава. И тогда если бы удавалось пробиться семечку яблони через эту траву пробиться, вы помните сколько и мои пейзажи, и пейзажи этих самых передвижников. Огромное поле, это может быть пшеница, это может быть маковое поле. И одинокое, красивое, огромное дерево. Оно пробилось, и у него всегда ветки скелетные выше травы. Но где-то было вот так, и ветки вот такие. И у меня много этих самых, тех же самых, я показывал фотографии, ещё покажу. От самого низа идут ветки. Да разве можно отрезать-то, потому что кто придумал за природу, что это неправильные ветки? Даже не понимаешь, что нижескелетные ветки кормят корни. На них же листья, листья, листья. Причём тут знал, Геннадий не знал. Больше подойдите к дереву. Скорточки выросли и сразу вот так растёт вот так. Сразу снизу. Зачем же две-то отрезать-то? Они три равноценные. Две-то зачем? А зачем вы четыре ветки заставили сейчас отрезать вот такой толщины? На молодом сальце, который уже семь лет не исполнился? Ну, вот я продолжаю вести чушь. Вы понимаете, вред какой-то от вас страшный? Я понимаю, не вы создаёте это самое. Где-то человек думает, да какой чёрт, если вы представляете, я в середине лета нахожусь в Тимирязевской Академии, в саду Тимирязевской Академии. Той самой злощастной. Доцент делает летнюю обрезку. Студенты всё в одних плавках и этих буквально в смысле и девочки в купальниках изучают это при мне. Я сам там был, у меня фотографии есть. Изучают это же самое, как делать эту прививку почкой. Они калечат летние эти деревья. Вот. Чё тут не по это самое. Мичурин же написал, нельзя этого делать, в середине лета отрезать ветки. Ладно, я, но он тоже не авторитет. И вот получается так шаг за шагом это, как сделать так, чтобы вы вернулись опять к этой задаче, к прививкам. Сейчас возвращаюсь к теме, немножко осталось, я как раз хотел на этом остановиться. Вот. Кемера и Ненастасья Гибрид. Смесь клеток так, вот. Генотип одного из родителей. А и смесь, что угодно может получиться. Но, мы же пляшем от чего? Точки соприкосновения. А наш гений Латинков что написал? Место появления будущего вегетативного гибрида нехимеры расположено в 10 сантиметрах от прививки. Вот в этом. А это может быть и химера вот нуль. А это может и сети, где качество подвоя на прививке почти не сказывается. А в пяти, а в шести, а в семи. Наша задача тыкать, 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 а потом выбирать. чтобы и подвойск додал морозостойкость. А в одних случаях еще и улучшил даже прямой. И таких случаев много. Я вам показал сотни фотографий. Это-то можно же изучать-то. Зачем был вот этот приговор? Зачем было вспоминать? Железо несет чушь, бах, и она мне берет вот это самое взяла, скопировала. Знаете, любуйтесь. И та несет чушь. Вот она. И эта моя чушь. Вот она. И не стоит знать. И это жили-были три-браза двумных один подборист. Помните? Вот так и стал этот и эта чушь. Знаете, как? В принципе, я что хотел сказал. Я подвожу итог. На, нет, в начале вот это. Я вспомнил вот эту фразу, стоило мне, заводяло серой, набрал и вспомнил, она попала в интернет. Ну, кто из нас не читал Стругацкого? Ну, кто? А кто не знает Жук-муравейник и его гениальный рассказ? И вот там написано черным по белому. Как инструкция для тех, кто занимается интерпланетниками, ну, там, нечистой силы. Да, мало ли, что. Ее среди нас и так хватает нечистой силы. Я больше вас, друзья, знаю. Только я уже получал по морде за то, что я это брал, рассказывал или даже печатал свои эти наблюдения за... Вот, больше не суюсь. Опасно. но дело в том, что мне понравилась страшная эта фраза. Давайте ее прочтем, как, пусть бы это может быть, было бы, будь она покороче, она могла бы даже быть, ну, как бы сказать-то, направлением, что ли, направлением, вот, а вот, и каким-нибудь, ну, начинается обычно 50-ные труды. И если в нашем доме вдруг завонялось серой, мы просто не имеем права опускаться в рассуждение о молекулярных флуктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то обвелся черт с рогами и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Ну, конечно, это, вы же понимаете, что это, как сказать-то, это не в буквальном смысле, но смысл-то поняли. А у нас сейчас черт с рогами это те самые, которые учат убивать деревья. Вот в буквальном смысле, вот учат убивать деревья. Где кончается хитрость, где начинается эта самая подлость, вот я понять не могу. Но люди-то в чем виноваты. Сегодня у меня ремонтировалось пластиковое окно Красноярис. Они здесь с наездами бывают. Вот такая фирма. Вот. Ну, вот он на балконе там мне ручку отломанную ремонтировал. А балкон весь завален этими самыми яблоками, грушами. гриют, чтобы семенадцатый взять. Насывал я его. Не было у него это. Бери, бери, бери. Он растерялся. Глаза не видел никогда и это. Ни яблони, ни груши. Он просто ярус. Вот до чего дожили. Вот. Что ж, заканчивать что ли? А, вот, пожалуйста. Это к тому, что я чушь несу. Это к тому, что я какой-то металлург. Смотрите. Еще разочек покажу. Раз показывал. Это, знаете, что? Это книга. Вот. Это специально показываю. Орденская книжка Ивана Владимировича Мичурина. Внимание. Это орден Железа Валерия Концетиновича. Похоже? А так как скажешь, что я его нарисовал или еще что-нибудь. Вот мы вот мой документ. Видите? В общем, с первый год. Секретарь Верховного Совета Гергадзе. Так. Чему я говорю? Если человек носит звание, заслуженное звание, лучшего изобретателя города Норильска, для меня вот то, что вот это касается на какой высоте, это настолько элементарно, вот это не стоит знать. Как там? Не стоит знать. Вы кого вырастили-то? А? Преподаватели темиряши. Кого вы вырастили-то? Вы представляете, пройдет еще 100-200 лет и скажет, в результате середины 30-50-й год подтвердить не удалось. Да сколько же нам без садов-то жить-то? И, наконец, последнее внимание. я даже если что пропущу. Вот. Поняли, да, имея право рассуждать какой-то металлург. И это та же моего брата двоюродного. Уникальный мужик. Сельхоз вуз закончил, а они-то не знали, приняли за какого-то такого же написать про заслуженного человека, чем свет прожил, ума не нажил. Вот эти вот, назвать их как-то неудобно вешать на них и пить это. Я же это, пускал завод, уже здесь, в Саваногорске, Сенский алюминиевый завод, и пускали мы газо очистки. И там было много специалистов везде, немцев и шведов. Вот. И вот если бы вы видели, как говорят, ладно, грамотные само собой, они же специалисты приехали. Какие они воспитанные! Тут же наши ребята мать перечерли, мать. Ай, какие воспитанные! И все время улыбаются. Я раньше думал, это только японцы так могут, нельзя долго живут. вот эти вот люди, вот эти люди, какие они воспитанные! А здесь что? Только об этом человек осмелся сказать, что нельзя деревья калечить! И тут же обида такая, что тут же 70 лет прожил мани наших железов какой-то металлург! Мой сын тут вообще страшнее фразу придумали! Он их учил, значит, это, не их, а всех! Как надо делать холм для посадки деревьев! Ну и что? Злобный взгляд лопаты убить готов! Вот это вот так вот так вот наше! Кого выпускаете-то? лопаты 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 Субтитры создавал DimaTorzok